Можно ли сделать плату за горячую воду и отопление справедливо для горожан? Ответ на этот вопрос хотят получить не только рядовые потребители, но и городские власти. В конце прошлой недели в администрации прошло заседание административной комиссии с участием представителей сетевой компании, тамбов теплоэнергоресурса и управляющих компаний. Участники совещания искали ответ на вопрос, почему же так дорого обходятся эти бытовые удобства простому населению. Вы специалисты высочайшего класса, вы у нас единственный оператор по поставке вот этих услуг. Что на ваш взгляд может повлиять на решение вот этой проблемы, чтобы один кубический метр не стоил 800 рублей? Давайте проведем собрание собственников жилья снижением температуры 55 градусов на входе. По нормативам температура горячей воды на входе в дом должна составлять не ниже 60 и не выше 75 градусов. Для того, чтобы нагреть один куб воды до 60 градусов, по подсчетам специалистов сетевой компании, нужно 0,05 гигакалории. То есть в среднем куб горячей воды должен стоить порядка 125 рублей. Тогда откуда же берутся такие суммы в платежках горожан? В двух многоэтажках Уварова сетевая компания провела эксперимент и выяснила, что в домах с циркуляционной, то есть кольцевой системой горячего водоснабжения, особенно там, где есть полотенца-сушители, стоимость тепла для жителей возрастает в полтора-три раза. Проходя через весь дом и возвращаясь обратно, горячая вода отапливает помещение. При этом теряется тепловая энергия. А именно она и составляет львиную долю платежа. Слово говоря, один человек показал куб воды, другой – одну десятую, три десятых и так далее. И в результате, например, алгоритма, который применяет ТТР для начислений, гигакалории китаются на объем горячей воды, потребленные конкретным абонентом. То есть вот если у тебя больше всего кубов, значит тебе больше всего к ним прилипнуты гигакалории. Куда включаются как гигакалории в самой воде, вот эти 0,05, так и и те гигакалории, которые прошли по циркуляции, через теплопередачу, через трубопроводные системы. Эта система начисления, мягко говоря, несправедлива. Ведь получается, что нечестные потребители тепла платят меньше всех. Ведь по показаниям их счетчиков, потребление горячей воды сведено практически к нулю. Но эти цифры в определении суммы, запотребленной всем домом тепло, практически не играют никакой роли, уверены представители расчетной организации. Внутреннее распределение от честности жителей зависит, это да. Но сама цена кубота получилась гигантская из-за чего? Большие теплопотери. Система горячего водоснабжения. Потому что на самом деле в наших домах система горячего водоснабжения – это малый контур отопления. С открытым водоразбором. Все приборы проверим. Все, две трети тепла у нас идет на отопление дома. Так мы об этом, вот у вас не было, мы об этом уже и все переговорили. Резь, ну хоть ты магниты, антимагнитные приклеивай, хоть ты суперсчетчики ставь. Количество потребленных гикокалорий дома не изменится, если не заизолировать трубу в подвалах и не снизить температуру воды на входе в дом. Чтобы вообще понять, каким образом мы должны применить справедливый механизм начислений, вот как предложение, которое мы вчера уже начали тестировать в Уварово. Значит, мы берем два дома, условно говоря, экспериментально. Один с циркуляционной системой, внутренней ГВС, другой с тупиковой системой. И проводим, как вот по электричеству, значит, фактическое определение гигакалорий на ГВС и на отопление. То есть мы засекаем сегодня, условно говоря, у нас 24 число. Мы на 24 число фиксируем с уведомлением всех проживающих потребителей в доме о том, что у них сегодня будет проведено снятие показаний, которое по времени сопряжено со снятием показаний общедомового. То есть мы делаем точку отсчета. Мы готовы оказать помощь в проверке того потребления, которое проводит данная квартира. Счетчик. Его состояние. Антимагнитный, неантимагнитный. Опломбировано ли его врезка в систему. Эксперимент сетевики предлагают проводить в течение месяца в двух многоэтажках города, зафиксировав начальные и конечные показания приборов учета горячей воды и тепла. Результаты мониторинга должны дать пищу для размышлений над вариантами снижения платы для горожан. Евгения Конобеевская, Степан Диколенко. Новости ТВ Рассказыва.